друзья всем привет и с вами я михаил шилов автор проектов будушин.ру будоблог.ру макивара.ру корректура.ру и докторшилов.ком сегодняшний подкаст это некий челлендж самому себе задекларированный вам для того чтобы промотивировать вас постимулировать себя и добиться в кратчайший срок значительных результатов друзья мои если вы знаете или не знаете то на протяжении последних двух лет я очень серьезно занимаюсь вопросом коррекции и фигуры и этой темы я занимаюсь на себе прежде всего на членах своей семьи и на тех людях которые близкие окружают это близким окружающие меня люди то есть те кто хочет этим заниматься и люди которые мне не безразличны которые приняли ту же самую доктрину дело в том что пока человек молод много ему кажется не особенно важно и корректировка фигуры в плане силы красоты тела для него более важно как составляющие в более позднем возрасте приходит понимание того что излишний вес это отсутствие нормального здоровья хотя при всей видимости внешне и по самочувствию может принципе казаться что все нормально на самом деле это не так и вот когда пришло такое абсолютно глубокое понимание два года назад я решил сильно поменяться и со 100 с лишним килограмм я снизил вес до 74 килограмм вот всю эту историю в фото можно посмотреть на моих страницах в социальных сетях также на сайте доктор шилов точка ком частично на проекте корректуры который будет больше и больше сам заполняться и и дальше дальше в нем появятся какие-то новые факты данные и и так далее потому что сейчас как раз настала пора делиться накопленными знаний а челлендж заключается вот в чем за последние два месяца я от 72 килограмм не было летом самом начале лета 72 потихонечку я немножко прибавил потому что увеличил очень сильно силовой тренинг и у меня был перерыв по программе которые назывался в сепарация то есть когда я пытался очень сильно разделить свои мышцы то есть ну что называется сушился и сейчас я снова набрал вес до 82 килограмм на самом деле ничего нам не лишнего нет если честно сказать то есть прослойка жира у меня абсолютно небольшая то есть за лето соврал я за два месяца за лето и вот уже скоро будет октябрь за 4 месяца я набрал 10 килограмм веса то есть сейчас я вешу 82 набрал я практически одних мышц только вот как это сделал эта тема отдельная совершенно но и конечно прибавилось немножко жирка потому что находясь как это называют бодибилдеры на массе не набрать и и злину набрать одни мышцы без сальца хотя бы чуть-чуть очень в общем-то сложно и практически невозможно поэтому немножко набрал совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть совсем немного вот я хочу в принципе сейчас просто показать что это сало этот жир можно убрать довольно быстро я постараюсь это сделать за один месяц до конца октября я планирую снова выйти на вес 72 ну наверное не будет 72 это было бы уже перебор потому что было бы жалко потерять абсолютно все накопленные мышцы скажем так стоит задача не упасть больше 72 то есть меньше 72 вами килограмм вот не упасть меньше 72 сложная дорожная ситуация все-таки подкасты за рулем и и лучше всего оставить где-то 74 76 килограмм даже может даже может быть и 77 вот так вот это то есть 77 эта программа минимум оптимально это в районе 75 килограмм где-то и не упасть меньше 72 то есть оставив как можно больше мощной массы убрав максимально жировую прослойку и подготовлюсь я к так называемой контрольной фотосессии а для чего я это делаю я далек от тех методов которые используют своей подготовки профессиональные бодибилдеры и действующие спортсмены мне не очень нравится когда они гоняют очень сильно веса свои то есть набирая на массе лишние там 30 килограмм и потом худея на 29 килограмм распределяя оставшийся килограмм туда куда нужно вот эта концепция такая это конечно для здоровья мало полезно но просто мне задавали массу вопросов а можно ли все равно быстро гонять вес если ну то есть дело это правильно то есть не иссушая себя не сидя на каких-нибудь и жестких вообще без углеводках когда нету не силы и депрессняк полный там и все и просили просто показать ну хотя бы не показать весь раз мне процесс а просто промотивировать личным примером потому что когда я говорю что два года меня я шел к такому вот ну такой сам ситуации который я пришел к такому телу который сейчас у меня для многих людей это очень долгий срок они не видят в этом мотивации хотя конечно есть фотографии и и после года начала проекта корректура когда уже был явный там эффект и для многих он был бы просто как окончательные вообще великолепно люди бы даже бы и не заморачивались бы дальше что-нибудь изменять и полугодовалый когда за полгода там удалось скинуть в районе 10 килограмм это было очень заметно представь когда сотку весишь и потом бац с 90 реально видно когда в талии становишься тоньше сантиметров на 10 это прямо реально эта мотивация очень хорошая и вот но тем не менее это длительные такие периоды а сейчас вот такой короткий период месяц до месяц и в районе семи килограмм надо будет убрать причем преимущественно жира и причем не страдая то есть при этом занимаясь активно физической деятельностью тренируясь силовой тренинг функциональный тренинг тренинг по боевым искусствам и само собой разумеется работа семья быт и все такое вот это все будет одновременно воплощаться в жизнь ну вот и я расскажу то есть буду периодически делать отчеты и покажу частично как я к этому буду идти посмотрите на результат скажу сразу что в основном я планирую так быстро изменить что-то на двух рычагах то есть конечно это безусловно физический тренинг и это питание какие будут особенности физическом тренинге будет акцент максимально не на силовой тренинг как таковой а больше на функциональный то есть это интервальный тренинг разного рода там это кроссфит это интервальный бег это различные племетрические тренировки построенные в виде круговых вот а силовой тоже сохранится тренинг по вы искусством я приравниваю к полифункциональному здесь и поработает и как бы и и а племетрический функциональный как и кроссфит и как кардио то есть боевые искусства это вообще это супер то есть там а все действует вот а второй рычаг это на питание на питание основной акцент будет сделан на увеличение количества одробления питания то есть я буду питаться довольно часто малыми порциями это раз второе я не буду в одном приеме пищи употреблять углеводы и жиры это по максимуму жиры вообще снижу до максимума то есть уберу их вообще из питания полностью имеется ввиду с животные жиры абсолютно оставлю лишь одни растительные жиры вот омега-3 что были там всякие разные понятно это это надо сохранить на самом деле я сделал вывод по поводу животных и прочих жиров если их урезать до максимума то есть то и из тех продуктов которые вы обычно употребляете даже просто обычные салаты там овощные все вы свои пол грамма грамм на килограмм а массы тела в день все равно возьмете то есть это вот гадалки не ходи это стопроцентняк поэтому специально гоняться же за жирами не надо и самое главное что будет у меня применено это есть белково углеводные чередования я не буду у нем страдать на таких вот интервалах как по три по четыре дня без углеводка потом день углеводной загрузки нет у меня будет она чередоваться в основном два через один то есть это будет день над углеводки то есть когда я ем углеводов вполне себе нормальное количество то есть до двух с половиной даже до 3 грамм углеводов на килограмм массы тела в день вот и значит это будет один день потом два дня идет без углеводных углеводы урезаются вообще до максимума и в этот день вообще не применяются никакие быстрые углеводы в принципе вообще длинные и только в умеренных дозах то есть стараться не превысить полтора грамма на килограмм массы тела лучше снизить до 1 грамма вообще вот таким вот образом ну если поначалу поет совсем это тяжело да тогда у меня будет такого плана сплит если так можно назвать то есть это будет сначала день над углеводной загрузки как таковой но это не загрузка на самом деле потому что излишних углеводов в этот день не будет я сказал на двух с половиной трех грамм на килограмм массы тела потом будет второй день это с ограниченным количеством углеводов это до 2 грамм на килограмм массы тела потом два дня идет без углеводка есть ограничение и потом идет день опять вот такой вот углеводные загрузки. Получается, что за неделю в принципе прогоняется два вот таких вот цикла за 8 дней. Будем считать, что как будто бы за 7. Может в какой-то день просто не будет применяться вот этот вот промежуточный день, когда до двух, до полутора, до двух углеводов, до полутора, до двух грамм углеводов на килограмм массы тела в день. Вот таким вот образом. Я уверяю вас, что у меня все получится, потому что это уже проверено на самом деле. Здесь очень важен просто режим и воля. Воля и разум, они все решают. Я докажу и вам и себе, что это все возможно и за месяц можно достичь великолепной формы, хорошей прорисовки, вот, хороший такой, если не выраженной сепарацией, то отличной дефиницией между мышцами. И сделаю в конце октября контрольную фотосессию, которую вам обязательно предоставлю для мотоценки. Если это кому-то понравится, то будет иметь смысл в том, чтобы как можно быстрее простимулировать выход видеокурса по моему проекту корректуры, потому что за эти два с половиной года уже, можно сказать, сформировалось абсолютно четкое понятие, четкая концепция как действовать. Она уже проверена, да, на протяжении этого времени. И проверено не только на мне, а и на тех, кто доктрину принял и занимался вместе со мной по этой программе. Ну все, в общем-то, давайте до встречи. Извините за качество видео. Я думаю, качество может, если и неплохое, то со светом точно засада. Но это все-таки подкасты за рулем. Удачи, друзья! До встречи в новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok